Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 196. События дня. 2 Фессалоникистан 3.10. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. 25 июня 2016 года. Это суббота. События. Какие могут быть события, где мы находимся в степи, в детский лагерь? Вообще о событиях даже, кажется, и говорить не о чем. Но у нас как раз события происходят такие, которые, если переводить их масштабно где-то, это то, что нужно публиковать сегодня и говорить. Не какой-то Гаттарский тоннель, Сатанинский шабаш там. Открывали 57 километров. Самый длинный в мире железнодорожный тоннель. Это все конкретно человеческой души не касается. Ну, была война. Была важная. Сегодня такое шоу устраивает. Ну, нет ни того, ни другого. Два дракона схватились. Нигде ничего нету. И люди ненавидели, преследовали. Ушел, как будто никогда не был. Ну, давайте наполеоновскую битву последнюю от Орлова вспомним. В России, как он шел. Нет никого. Теперь только наступила для них, открылась дверь вечности. Да, страдал, да, был сослан, меньшиков. Ну, и что теперь, где? Итак, по порядку все события. Даже атомная бомбардировка Хиросимы, Нагасаки ушло. Людей тех нету. И ничего как будто нету. Только предстоящие. Все касается духовного. Если из этих событий мы не извлеклись для себя полезное, не вразумились, то Господь обещает большее наказание. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Первая комиссия, 10 глава, 6 и 11 стихи. Для нас не просто Лотова жена обвинулась, а Господь говорит, вспоминайте жену Лотову. То есть, пища для разума все время подается в обилии. Если мы считаем Священное Писание и благоразумно делаем выводы на будущее, как это касается нас. А если мы, Господь говорит, не покайтесь все, так же погибнете. Все. Вот события потеряемки. Вчера я вижу, трактор ходит далеко, сидим, затракаем. Я говорю, это может быть фермеры из Шарщина, а может быть Игорь этот поле взял себе и протравливал его. А трава определенная погибает, а нужный злак остается. Тут же сел на велосипед, поехал. Где он развернется? Сначала думал ехать, где мы на Южный пруд. А тут я сунулся по переулку, где наш дом раньше был. Правильно, сюда подъезжает трактор. Я велосипед поставил. Он уже разворачивается. Но обернулся в тракторе. Увидел меня и могло рукой кричать. Кричу-то, чего? Трактор работает. СК-700, кажется, тогда назывался. Вышел Терентий, старший сын Игоря Боробоша. Трактор хороший, большой, и сел, как новенькая. Что делаешь? Я это слышал, но на практике, когда увидел, жалко все равно стало, что там была посеяна гречиха. Но схожесть была маленькая. Хотя там, где мы остановились, нормальная схожесть была. И они решили, кто они, с домашним советом, может быть, Игорь, это поле перезасеять. Это заново обработка. И идет селка, там их несколько селок. И сразу они уже новое. Он закупил где-то. Это намного дороже, чем его. Это событие одного дня. Вот я подумал, вот если засеяно неправильно и малая схожесть, это перезасеивать. Я говорю, оправдает, конечно, себя оправдает. Так а поздно, ничего не поздно. До 1 июля можно, а у нас только 25-й. То есть ответ дан. Мне понравилось все. Я не хотел даже дальше давать ход рассуждениям. Но понял, никогда не поздно перезасеять, особенно православным. Главное, это ведь это не ритуал, не обрядность, не театральность, с которой выступает особенно архиерей. Я разговаривал со священниками. Вот когда архиерей служит, о чем вы думаете? Да о чем? Только где ошибку не сделать. О молитве? Да, о молитве даже речи нет. Архиерейские служения, молительный настрой только близко, знакомый, когда есть, когда он не рычит. Ну, все идет как и есть. Вот я считаю, у нас, когда приезжает владыка Сергий Иванников, богослужение, хотя это тоже самый ритуал, все точно та же самая, но здесь, понять, какая-то теплота, вот такая, ну, не присущая такому богослужению серьезность. Архиерей крестится, как должно, ну, и у всех настрой такой серьезный. Уж о молитвенном не говорю, как это внутреннее Господь откроет. Это вот то, что я увидел вчера, перезасеять не поздно. В одиннадцатом часу даже пришедший, он не изгоняется, а приглашается, и фактически только зашел, там, может, травинку выдернул какую-то. И вот нужно, я сегодня, думаю, провести беседу, у меня здесь Иваник, этот, Калинников, Виталий, и побеседовать кое о чем. Потому что ему все равно, что бы ни было, все равно, это не мое, это не мое, и показать, что виноградники тоже не мое. Но одни убили, а другие, в другой притче показано, они работали, в какой час кто пришел. Выводы можно делать везде. Соединенность с Евангелиями, на душе у тебя покой и радость. Особый день суббота. Что суббота? Банный день. Банный. Решили пораньше истопить, пораньше вымыться до обеда, чтобы дети могли отдохнуть, поспать. Всем лагерям днем, вот, один раз в неделю разрешается, побуждается к этому, чтобы на длинном и непонятном богослужении не спали. Немного хотя бы что-то уловили. Ну, у нас больше половины считается на русском языке, то есть все библейское. Не считая библейских песнопений, они по-церковно-славянски уже, если чисто библейские. Вот это характерное для субботнего дня событие. Как дети идут. Ну, вначале мужчины, потом мальчиков моет, там, воспитатель, моет, как следит там и прочее. А потом взрослые женщины и женского пола, малыши все. Это видно, как они приходят, уходят, какие радостные. И вчера у нас приехали за Гуляева отец Александр с матерью с Галиной и четверо ребятишек. Три девочки и мальчик. Вот название. Старшая Ливия. Не Лилия, Ливия. Это и есть имя. Даже я никогда не встречал. Даже посмотрел, действительно ли Ливия там, да. Засчитывая жития святых и упустил. Это или оно маленькое там было. А вторая Леонида, Леонида, вот Александра, то есть это такое имя, ну, сдвоенное можно назвать. Александр, Александр, Леонид, Леонида. Но таких имен немного, немного. А сейчас придумали, монашество поступает и разное там. Сергия. Ну, откуда взяли Сергия? В честь кого названо-то? Нет таких святых-то? Нет ни одной. Называется в честь святых. Ездра более признанного никого не должно быть. А его не занесли монахи. И его нигде нет, ни одного мальчика Ездра нигде нет. Зарававель, там как один игорист заходил, у меня светили иголы. Сына, говорит, Зарававелем назвал. И вот это событие. Дальше Агния и Тарасий. Это еще можно Агнию встретить. Тарасия редко, а первые два имени даже и не встретишь. Что значит покориться опыту? Не люблю это слово, говорят, традиции. Но это тоже. Какая традиция? Женщины в брюках ходят. Никакой традиции уже и нет. То есть они чуждые. Что угодно можно приписывать, но только не традиции русской одежды. Никогда этого не было. Вот как встречали, все это засняли. Поступила жалоба мне, что на нашем участке, где вот я нахожусь, сейчас там трава большая, и появился крот. Кроты большие. Они портят ужасно, как. Косеть надо, а она, чтобы коса-то в эти кучи, огромная куча. Но пришлось пойти ставить. Еще не ходил, не проверял, но вчера мы поставили. Я показал, как их ловить. Особые капканы, там ничего обыкновенным простым капканом. Я поставил 4 капкана, это все засняли. Видите, какие маленькие события. Но это отражается на нашей жизни. Вредитель, что делать? Как избавиться от него? То есть выловить, выявить грех. Ты можешь легко повернуть это на духовное. А если на духовное не поворачивается это событие, ну никак. То ты должен подумать, нужно ли оно как-то. А фактически все, что мы видим, связано с духовным. Все. Дерево высокое, листья высокие. А кто туда насос скачает? Какой насос? Кто подает воду туда, к верхним листикам? А бывает высота 30-50 и больше метров в высоту. До насосов таких не было бы. А тут звонит мне. Духой себя Татьяна Кузьминейшина. Дай Бог ей благой души спасти. Дает знать, что все у ней хорошо. Вот события дня. Дальше вечерние, богослужения. Как приходят дети. Тоже засняли немного. И решили вчера показать с самого начала, как у нас бан на этот день. Потому что некоторые спрашивают, а как детский лагерь, деревню образовать? Не образовать. Почти наверняка. Вот у нас были священники, тут архимандриты. Все фотографировали, записывали. Какой порядок. 16 правил церковной дисциплины. 40 правил дисциплины устава деревенского. И ничего никто не сделал за 25 лет. За четверть века никто. Почему? Ой, говорит, мы только стали у себя вводить, чтобы торговли не было. Как поднялись все. Те, которые присосались. Но она не вынесла. И сапфира следом будет вынесена. Нигде никому не удалось сделать. Почему? Главное, враги не внешние, а внутренние. Внутренние. Вот. И с ними-то бороться. И надо знать, как. Какая твоя реакция. Выдержишь или нет. Сразу начинает трясти от луча. Вот причастие. Причастие мы играем. Самая жуткая, страшная игра. Везде. У старообрядцев, у православных. Там и у католиков очевидно. Там менее знаком. Вот показывает, как баню вода. Я немножко дал интервью, как бы в бане не было. Она была у нас на берегу озера, пруда, скрытая. Тогда были-то тут пастухи. Вот и чтобы не видели. Мы все равно находили охотники. Жили в ней. Она полуземлянка была. Из пластов земли. И связующий камыш. Косили камыш. Заранее он уже высушенный был. Ну, баня есть баня. И как вода. И как, чтобы не намокала. Надо было далеко отводить ее. Но все равно мы были, это не день, не два, а годы. Года. А сейчас баня здесь деревянная. Из бруса. Вот я говорю, кто, когда делал, как было, кто побуждал. Для того, что кто это будет делать, чтобы знали. Как колодец, откуда вода идет. Это материал. Серьезный материал. Ну, просто так колодец выкопать, не выкопать. Если ты не знаешь, как, где вода есть, как копать. И у тебя будет заилие, как у Игоря. И какие кольца привезти из города. Поднимать от их. Это непросто. И какая вода будет. Как этот дренаж делает очиститель. У нас вода, как слеза чистая. Ну, бочка стоит больше метра высотой. И дно, видать, свободно. Это все, все, вчерашний день было показано в записи, так называемых роликах, видеозаписи. Кто будет что-то делать, ему легко по этому идти. Вот здесь трудности мы показываем. Вот здесь нужно остановиться. Вот сегодня у нас богослужение, литургия. А после литургии позавтракают. И в час дня будут занятия. Занятия по изучению Святой Библии. Ну, по толкованию блаженного феофилакта. Я даю какие-то комментарии. И приготовил материал. У меня никак не ладится, даже еще теоретически, дорогу сделать главному пруду. Первый здесь, вот даже здесь не пруд, а просто главная вода идет. Самая большая вода идет с больших лагов. Как сделать так, чтобы не размывало? И не было вреда для скотины? И не на один год сделать. На один год просто бульдозером землю сдвинул, проехал и дальше опять промыло и все. И теперь я макет, макетирую это. Как это будет видно? Вот, вчера нарезал как бы бревна, которые мы готовим. Ну, данных, конечно, у меня нет. Какая сила будет эти бревна выталкивать оттуда. Оказалось, ил совсем не засасывает. Там дальше твердая земля. То есть, теоретически, выкладки нету. Вот у меня построено здесь сооружение трехэтажное. Оно называется «Балерина». Аббревиатура «Башня летняя резиденция Игнатия Начальника». Я там почти не бываю. Нынче даже еще, кажется, не лазил туда посмотреть. Вот. И мне нужно было знать, большие ветра начнутся. Как она устоительна? Она высокая. И парусность. Ну, и приехал тут архитектор городской. Его и дочери у меня были. Ну, я говорю, вы можете рассчитать? Роза ветров вот такая. То есть, какой стажей больше дует. Не может. Не может. Какая высота, на чем он стоит. Какая опора. Как глубоко закопаны пасынки железобетонные, которым уже прикручены сами эти ноги. И вот на чем все построено. Не может. Данных у него как бы не хватает или что-то. Я тоже не имею данных. Но я построил, и она стоит. И стоит она ни день, ни два, а двадцать с лишним лет. Двадцать с лишним лет. Когда был первый домик, батюшка жил, буря начнется какая. Я потихоньку в шторку смотрю, думаю, груда досок только там. А там и голубятня была. Стоит. Стоит на лево всем. И ругали там, да, да, некрасиво выглядит. Все красиво. Там и склад, и у меня там и пища была, и что только не хранилось. И на верхнем этаже я занимался, и спал, и голубятня там. Стоит по сегодняшний день. Я попутно и говорю. То есть опыт должен быть. И от нас человек может просто копировать и делать. Апробировано. Проверено. Ну, не считая, что я захожу в интернет. Вот, это первое, что у нас, это мой мир. Вот он где. Сюда заходите, пишите. Вот. Друзей, у меня тут 4726. Ну, и еще что тут еще сказать. У меня видео 3529. И 18916 фотографий. То есть богатые. Вот именно где я в шапке. Есть другие, контрольные там дублируются. На них не ставьте. Я там и не бываю. Вот. Ну, и, конечно, наш богатейший форум. Вот он как выглядит. Православный форум Игнатия Лапкина. Заходите. 1592 темы. Любые темы. Что только вы пожелаете. Ну, полторы тысячи. Что-то говорит-то. Ну, и, конечно, вот. Сегодня я опять поставил утром 7 роликов. 7. Большие, небольшие, разные. Есть 27 вот это события дня. Вот. То, чем пилы, кажется, еще тут пилы. 23. Здесь совсем маленькие показаны. Ну, это событие, как бы, и дня то, что мы выставили, но похоже. И еще большой у нас материал. Это наш сайт. Не форума, сайт. Сайт во свете Библии. Вот. Не может отобразиться обновлением, побуждая ее к этому. Вот оно где. Посмотрите. Очень хорошо составлены. Большие специалисты, программисты работали над этим. Легко искать. Богатейший материал. 50 книг аудио насчитано. Самое ценное. 4124 ответа, которые я даю по темам. А тем этих, то есть папах таких, 55. Вот события вчерашнего дня. И вчера первый раз костер. 11 детей было. 11? А надо, чтобы 12 было. Мы строго придерживаемся устава. Ну, кто-то скажет, законник. У меня один такой был. Когда-то был членом общины Игорь Муравлев. Ну, Игнатий, вы законник. Я говорю, ты меня хотел унизить или оскорбить, Игорь? Давай договоримся так. Ты меня зови всегда, Игнатий Законник. Ой, он заглубался. Я говорю, ну, Зиня, Законник, у Павел привет передает. Ну, напротив, если ты не признаешь пьяницу, значит, напротив, трезвый. Напротив, Законник и Беззаконник. Значит, Законника ты отрицаешь, а Беззаконник, это второй вариант. Вообще быть аморфным, это никакой. Это уже сравнивается с Блевотиной, извергнув из уст моих. Я говорю, отныне я буду называть тебя и приветствую. Здравствуй, Игорь Беззаконник. Он сразу попятился. Я говорю, как ты напросился. Как в этом, всем советую посмотреть, отрывок из фильма. Он называется «Дуэль музыкантов» или «Дуэль пианистов». Игорь Беззаконник, который его старался унизить, изобретатель джаза. А талантливый музыкант говорит, ты сам нарвался, напросился, напоролся, козел. Ну, он потерпел полное поражение, этот козел. И у меня так же самое. На меня, которые заходят, вот сейчас матерятся ужасно. Но сдвинули это все попы. Попы. Вот были в клочках, собирали людей. Как вначале звонить оттуда? Дети матерятся. Это прихожане. Попы настраивают их, а контроля-то никакого нет. Матерятся каждый день. И при том, на ролике, которые шершней там уничтожаем. Мы где-то что-то разговариваем, ягоды собираем. Разве снять. Сектанты и дальше вы, йоги, и на три буквы, и как угодно. Это все щитоплоды вырастают в событиях. Ну, хорошо ли это? Мне оно никак не относится. Во-первых, оно не соответствует действительности. А дальше злоба пенится где-то. А поп лежит спокойно, говорит, что пузо не чешет. Но ты же сорвал это все. Там Дудин и другие. Скоро Товский, я уж покутно назову. Это ваша работа, ваша. Это ваши плоды вызревают. Не вменит вам Господь, да простит это безумие в судный день. Я ничего к вам не имею, но вы задумайтесь. От меня этого не было. Я на вас не травил. На вас никто не нападал. Таких не было. Никто ни разу. Я не соглашался, то не соглашался. Потому что это неправда. Вот вчера на костре, что было песнопение. Все это уже буквально через неделю или 10 дней будет выставлено, показано. Этот Виталий сидит, книгу держит. Я гляжу, к истинному православию мою книгу. Я говорю, 40 лет материал собирался. Я ее с таким трудом далась, эта книга. А ты листаешь ее, сидишь ее. Ну и поговорили маленько. Эта книга не на один день написана. Не на один. Я говорю, ты вникни в каждое слово, в каждое правило. Вот тут тебе закон есть. Это событие одного дня в степи, в Потеряевке, в лагере. Да еще там вышли из храма, когда говорил, обратился, что завтра, чтобы были все на собрании, на занятиях. Я там вот покажу, попрошу совета, как мне делать. Не знаю, думаю, никто толком не скажет, чтобы было и скотини проходить, и не на один год. То есть я знаю как, но материала нет. Это блоки поставить, бетонные, говорится, чугунные. Ну, то есть большая работа, многотысячная. Но нам это не сделать. Не сделать. Да и правильно. Где взять этот материал весь? Вот то, что сегодня я тут писать ничего не стал. Мне много набросали материалов. Вот такие материалы. Все православный собор, еще они там из-за него роли добились. Его не будет. Патриарх замер, но он дальше все равно будет продолжать. Я не придаю этому никакой роли. Никакой. Ничего не было принято. Вот когда бы было принято оно, и стали настаивать на исполнение, а ты не исполняй. Ну, вот и все. Вспоминайте, Жавахар-Ла, Неру, Ганде. Как они мирным путем, и все случилось. Не надо воевать ничего. Просто не вышли на работу, и все, краны застыли. Никто корабли не разгружает, грузчиков нет, селом не заставишь. А администрация-то, она все посты не захватит, не сможет сделать. Вот, это сегодня у нас воскресенье, 26 июня. Сейчас готовиться будем. Храм события, повторяю, незначительные, но из них мы делаем выводы далеко идущие. Далеко. Никто не надо по правильной цели, если ты идешь туда, отступать. Вот мы ходили на Южный пруд, трава высокая, но я с велосипедом иду. Вот, я говорю, дайте я первый пойду по траве. И прошел, а обратно идем, она как нитку натянул кто-то. Я спрашиваю, Виталий, а почему такая дорожка-то прямая в траве? Даже там путаешься, и кротовые эти кучи и прочее. Ну, обычно, как коровы идут, дорога извилиная, как будто бы бык запряженный, говорит, помочился. Помочился, когда раньше их запрягали, он идет, шатается, и у него зигзагообразная дорожка пыльная, напыльная, примоченная влагой. А здесь ровно, не знаешь, я говорю, делал всегда дороги, дорожки, тропинки. Выводить бригаду из тайги, где работали. Почему? Сначала наметь цель. Цель неподвижную. И под ноги уже не смотри, только смотри на эту цель и все время иди. Больше нет ничего. Я знаю, это когда стоял за штурвалом корабля, и когда идешь, особенно в порту, и по каналу, в порт идешь, меня стали всегда, ни смены, ничего, всегда разбудят, если ночью поставят. Мне приятно это вспомнить. Начальник каравана кораблей, капитан был Фролов, это Задорнов. И он поднимается, когда обернется назад, а бывает, балтика покрыта тонким льдом в тихую погоду, только замерзать начинает. Но корабль-то он этого льда не чувствует, идет. И он говорит, обернуйся, но знаю, Лапкин стоит за штурвалом. Конечно, это похвала, его не почувствуешь. Он километр 300 метров только торможение идет. Чуть качнулся, ты должен знать, его волна качнула или он сам. А там неподвижной цели нет, облака одни. То есть тут уже внутреннее чувство. Внутреннее. Мне нравится фильм «Профессионал» идти дальше. То есть выполнить так, чтобы опередить противника. Это в моей жизни было всегда, опережая события. Этого еще нет, а ты уже идешь. Флажками, говорят, сейчас не учат. Учат. Я самостоятельно изучил, как флажками передавать азбуку, разговаривать по-русски, по-английски. Это сильно помогало. Потому что больше никто этого не знал. Один. Почему другие не хотели знать. Вот учатся и начинают там трудности, не нужные. Я не стал спрашивать. Сразу же добиваться разрешения стал. Сдать три курса за один год. Мне это просто нравилось. Помню, высшую математику годовую я знал за одну неделю. Я просто припоминаю, скажете, кому-то не понравится, что говорю. То есть ты должен быть профессионал в любом деле. Профессионал в рассуждении о вещах, о событиях, которые происходят. Что они означают. Увидеть за этим нечто невидимое, сокрытое для множества окружающих тебя. Это и в храме, и везде. Ты можешь задавать вопросы, в первую очередь, к Богу. Ну, а потом уже, кто есть опытный, и далее сам себе. Что это означает? Означает это что-то. И в Священном Писании мы это видим. Как это было? Бывает случайно. Случайно по предвидению Божию. Не так уж она и случайна. Ну, Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Случайно по предвидению Божию. Случайно по предвидению Божию. Случайно по предвидению Божию.